Привет! Вот и наступил новый 2016 год, который обязательно принесет нам много ярких и позитивных событий. А сейчас я хочу вам рассказать о том, как прошел последний месяц 2015-го. Самой важной новостью декабря стал приезд в наш город главного молодежного лидера Кубани. Президенты школ, председатели студенческих советов, волонтеры, спортсмены, музыканты и другие активные парни и девушки с утра пораньше пришли в районную администрацию. Возможность лично пообщаться с руководителем департамента молодежной политики края выпадает не так часто. Мы узнаем о особенностях территориальных молодежи и молодежь узнает о федеральных трендах, о региональных государственных молодежных инициативах. Это очень важно и полезно. Ну и кроме того, такие встречи носят просветительский характер, когда молодежь задает те вопросы, которые иногда не может задать в силу определенных обстоятельств на своем локальном уровне. 2015-й был годом литературы. И не случайно интерес к чтению книг у современной молодежи крайне низкий. Особенно это относится к классическим произведениям. Сейчас чтение стало не отдыхом, как это было раньше. То есть это не способ отдохнуть, отвлечься. Это необходимость. Потому что я могу взять в пример школу. Ученики читают то, что их принуждает читать. Как заинтересовать творчеством Булгакова, Чехова и Достоевского тех, кто кроме паблика ВКонтакте вообще ничего не считает. По мнению собравшихся сделать это возможно, во-первых, на собственном примере. Если прочитав интересную книгу, ты расскажешь про нее товарищам. Одно дело вы здесь сказали, другое дело опубликовали на своей странице. И ваши друзья, у каждого там сотня, две, у кого-то по тысяче друзей это увидят и каким-то образом косвенно примут к себе. А если у вас будет работать группа. Вот есть группа литературный белореченск, правильно? Еще одна идея, озвученная ребятами, чтобы на улицах города из динамиков, кроме музыки, звучали также проза и стихи. Вот есть много людей молодых, когда им читаешь стих Ахматовой, допустим, они говорят, ты сама написала. И они узнают это. И они относятся вообще по-другому. Они понимают, что это очень красиво и интересно. И после этого могут открыть книгу. Хорошо бы послушать и своих сверстников, начинающих авторов. Как раз для этого в молодежном центре раз в месяц проходит конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон». Ну вот у нас такая суть русская, потому что даже на обыденном плане влюбился, стишок написал, да? Разлюбил – два стишка. Тебя разлюбили – там десять стихов. И такое бывает. Нам надо выражаться. Поэтому, конечно же, публичная площадка для молодых поэтов необходима. И она будет привлекать к чтению. Следующей темой для обсуждения стали молодежные движения. Как позитивные, в числе которых перечислили КВНщиков, дворовых спортсменов, военно-исторические клубы «Регион 93», так и негативные по своей направленности. Сказали про созидательные молодежные объединения. А есть какие-нибудь неконструктивные, которые могут разрушающе влиять на нашу жизнь. Молодежь очень часто попадает под сети националистических движений. Они очень опасны. Вредным ребята назвали и движения стритрейсеров, которые по вечерам устраивают на трассах нелегальные гонки. В итоге жертвами ДТП могут оказаться не только они, но и водители, пассажиры других машин, а также пешеходы. Здоровый образ жизни. Почему он нужен молодым людям? На очередной вопрос Сергея Килина перечислили хорошее здоровье, красивое подтянутое тело, отказ от вредных привычек и дурных компаний. Интерес к спорту можно привить с помощью различных акций, видеороликов и пиара в социальных сетях. Новые сооружения, площадки, залы. Инфраструктура, да? Да. И здесь молодых белореченцев ждал очень приятный сюрприз. Проект есть, который будет финансирован в первый или второй квартал по строительству крупнейшей воркаут турниковой площадки. И его сумма превышает даже ту сумму, которая в Краснодаре. То есть у вас появится как минимум один серьезнейший центр белореческий. Поэтому я вот благодарю главу за это. Предлагаю поаплодировать за это. Пользуясь случаем, чтобы время сэкономить, может быть у кого-то есть какие-то критические замечания, предложения, чтобы я мог оперативно на них отреагироваться. Ребята, конечно, не стали стесняться, рассказав главе района и руководителю департамента о том, что их волнует. Молодежь белореческого района вполне осознанно рассуждает на серьезные социальные явления. И чувствуется начитанность, чувствуется желание изменить общественные процессы и понимание всего этого. Была возможность поговорить с главой, была возможность предложить свои идеи, свои мысли, посмотреть на то, какие идеи также у молодежи, чтобы их как-то вместе совместить и продвигать культуру в нашем городе и в нашем районе. Я считаю, что было очень полезно увидеться с ним и интересно пообщаться. ВИЧ. Всего три слова, которые вмещают в себя отчаяние, боль, ужас и страх смерти для тысяч парней и девушек, услышавших этот страшный диагноз. Как не оказаться в их числе и что делать, если уже оказались? При прохождении медкомиссии я узнал о том, что я ВИЧ-инфицированный. Первая реакция моя была, конечно, шокировала. Замкнулся в себе дня три, сам с собой ни с кем не разговаривал. Шесть лет назад этот белореченский парень услышал страшные слова. У вас вирус иммунодефицита. С тех пор его жизнь разделилась на до и после. От всех, с кем я контактирую, я ни от кого это не скрываю. Даже соседи некоторые знают. От меня никто не отвернулся. 1 декабря уже более 25 лет во всем мире отмечают день борьбы со СПИДом. Болезнью, которую раньше считали уделом наркоманов и людей нетрадиционной ориентации. Сейчас, по статистике, большинство ВИЧ-инфицированных – обычные люди, заразившиеся половым путем. В настоящее время, по неофициальным данным Российского Красного Креста, на территории Белореченского района более полутора тысяч ВИЧ-положительных людей. Но самое страшное еще не то, что такое большое количество, а самое страшное, что большинство из них в данный момент – это лица, не достигшие 30-летнего возраста. Инструктор Красного Креста Ольга пришла на встречу с молодежью, чтобы рассказать. СПИД не где-то там. Он рядом. И его жертвой может оказаться каждый, кто живет по принципу – зачем предохраняться, а вось пронесет. Когда они это осознают, что они ВИЧ-положительные, они не знают, как с этим бороться. И шок этот постигает их не только в том, что они не смогут излечиться, потому что ВИЧ-инфекция сама по себе неизлечима. Шок еще в том, что они не смогут создать полноценную семью. Они не могут рассказать о своем статусе родным или близким. Они не могут устроиться на достойную, престижную работу. Они теряют круг друзей, круг общения, знакомых. Вы знаете, что такое СПИД? Ну, заболевание такое. «Красный тюльпан надежды» – так называется акция, которую на улицах города в этот день проводят сотрудники районного дома культуры. Они считают, что обязаны напомнить молодежи о вирусе, который называют чумой 21 века. Когда эта беда приходит в дом, то могут растеряться просто-напросто и не знать, что делать. И очень важно, что человек, который знает о другом человеке, что тут болеет, в трудную минуту его поддержать. Как призналось большинство студентов, они не перестанут общаться с другом, если узнают о его болезни. Многие не знают, хочу сказать, да, вообще понятия не имеют. Сама, если честно, недавно только узнала, что он и как, благодаря подобных мероприятиях. Ну, слухи ходят разные, что вот нельзя подходить к тому человеку и прочее. Но они просто этого не понимают еще, они не понимают, что это за болезнь и как, что нужно помогать этому человеку. Они просто пытаются его избежать. По моему мнению, этого делать никак нельзя. Это вставляет человека наедине с такой бедой. Это просто невозможно, не по-человечески, что ли. Ребят попросили анонимно заполнить анкеты с вопросами о наркотиках. Ведь ВИЧ и СПИД – нередко итог их употребления. Прибегали ли вы или ваши знакомые к услугам сети интернет для получения сведений о наркотиках или способах их употребления? Лично я прибегала, но в целях того, чтобы узнать, что это вообще такое, и как с этим бороться, и что можно сделать для того, чтобы этого не было. Как бы вы поступили, если бы вам предложили попробовать наркотическое средство? Ну, я, наверное, бы отказалась бы и попробовала бы отговорить этого человека, который бы мне предложил это сделать, вообще этим заниматься. Если вы узнали о том, что больны или заболел ваш близкий человек, не бойтесь обратиться за помощью. В Белореченском Красном Кресте по адресу Таманская армия, 114, первый подъезд, с ВИЧ-инфицированными анонимно работают хорошие психологи. Консультацию можно получить и по телефону 8-918-139-28-92. Также здесь вы найдете поддержку у других ВИЧ-положительных ребят и бесплатно получите средства защиты. Помните, ВИЧ – это не приговор. Если они будут вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за своим здоровьем, думать о своих близких, то вполне возможно, что они проживут достаточно долгую жизнь. А у ВИЧ-положительных матерей в 98-70-х случаев рождаются абсолютно здоровые дети. Герою нашего репортажа судьба подарила возможность начать жизнь с чистого листа. «Завели семью, ребенок родился, жена тоже инфицирована, ребенок, слава богу, у нас хороший, не инфицированный, постоянно проверяем комиссии эти, слава богу, все хорошо». И все-таки сейчас он многое бы отдал, чтобы стать полностью здоровым. Но вирус такого шанса не дает. «Пусть берегут себя, потому что это как на войне. Прозевал, убило. Осторожность – это не трусость. Поэтому лучше всегда перестраховаться и предотвратить сразу. Не допускать, потому что эта ошибка может быть на всю жизнь». Стать похожим на Брюса Уиллиса и получить за это призы. В декабре стартовал новый конкурс от ТНТ «Белореченск». Принять в нем участие могли все желающие. И белореченская молодежь оказалась в числе первых. «Что это такое?» – спросите вы. «Ничто иное, как лоб знаменитого Брюса Уиллиса, того самого крепкого орешка». Все пять частей любимого многими фильма в декабре шли на канале ТНТ. А это отличный повод провести среди зрителей веселый конкурс. Условия простые – найти вот такие картинки и, приложив к собственному лбу, сделать селфи. «Сейчас мы Брюс Уиллису подрежем лоб и будет все нормально». «Увидели в интернете про акцию «Крепкий орешек» на ТНТ конкурс. Захотели поучаствовать, я привела с собой своих друзей. Вот мы пьемся за приз. Придумали несколько ярких идей для селфи. Сейчас будем их воплощать в жизнь». Фото должно быть интересное и креативное. Так решили ребята и, обсудив подробности, приступили к съемке. «Бысь!» «Ты подними, подними!» «Быше поднимай!» «Белореченские девчонки готовы доказать. Они не менее сильные и крутые, чем герой Брюса в популярном боевике». Итак, фото готово. Следующий шаг – выложить его в одну из социальных сетей с хэштегом «Крепкий орешек». Именно по нему жюри конкурса найдет всех участников и решит, кто лучший. Но на этом студенты не стали останавливаться. Креативить так по полной решили они и пошли на спортивную площадку. Здесь 17-летний Леша продемонстрировал, что и он готов состязаться с «Крепким орешком» в силе и выносливости. Давай, 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 тихо, тихо, фоткай, фоткай, фоткай. Получилось? Да, конечно. Не зря же парень занимается стрит-воркаутом, который включает в себя выполнение различных упражнений на турниках, брусьях и прочих подобных конструкциях. Мне предложили сфоткаться с картинкой лысого мужика. Я сразу решил согласиться. Это прикольно. Я придумал стоять на руках и с этой картинкой также исполнять некоторые элементы стрит-воркаута. Надеюсь, что жюри конкурса оценит мой креатив, то, что я придумал воспользоваться трюками, которые я умею. Заодно ребята решили сделать и бумажные снимки с логотипом ТНТ, которые тут же напечатал инстапринтер – техника нового поколения. Сейчас в этом окошке появится вторая фотография, она сразу же отправится на печать. У нас есть прикольный принтер, который по хэштегу находит ваши фотографии в инстаграме и сразу же распечатывает их. Буквально за 10 секунд. Получив снимки из хитрого аппарата, девчонки бросились их рассматривать, оценивая свои шансы на победу. О, смотри, класс, я крепкий ореш. Это очень прикольная идея, выложить такие фотографии в инстаграм. Вот, смотрите, у нас на память осталась вот такая фотография. И замечательный конкурс. Мы с радостью приняли участие. Впереди вас ждут новые интересные конкурсы. Следите за обновлениями в группах ТНТ «Белореченск», ВКонтакте и Одноклассниках. Каждый год накануне новогодних праздников белореченские студенты по традиции собираются в молодежном центре. Для чего? Сейчас узнаете. Елка, 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 елка. Драйвовую и креативную молодежную елку эти парни и девушки ждали с большим нетерпением. Ведь именно она – самое яркое событие каждой зимы. Студенты кооперативного техникума в этот вечер решили удивить всех своим творчеством и показали авторский спектакль. Я – Кай. Из сказки «Снежная королева» я совсем потерялся. А что это у вас там за речушка? Так это ж наша диканька. Диканька? Никогда не слышал. Слушай, а я смотрю, ты тут не один. А кто это? Да, черт его знает. У нас называется сказка «Зимний переполох». То есть все абсолютно сказки смешались, и каждый персонаж из разных сказок находит друг друга и узнает, что же случилось. И, конечно, добро победило зло, а героев ждал хэппи-энд. Все, сэси, но отлично. Правильно. Кам, ты нашел меня, наконец-то. А теперь пришла пора наградить грамотами и памятными подарками самых достойных. Сегодня мы собрались для того, чтобы подвести итоги 2015 года и определить самых лучших, самых активных молодых ребят, которые принимали участие во всех мероприятиях, во всех проектах и добились каких-то результатов в своей. То в волонтерской деятельности, то в проектной, то в исследовательской, в разных сферах. За неоценимый вклад в реализацию молодежной политики в муниципальном образовании Белореческий район по итогам 2015 года получает Гурунян Анна! В Дружненском поселении действует военно-патриотический клуб «Наследники», в котором состоят одни девочки. Они помогают ветеранам, сами проводят различные акции, например, вахта памяти и пост номер один. Наша молодежь, конечно, принимает участие и в субботниках, как и в районных, так и в поселенческих непосредственно. Также очень интересно им проводить время в Доме культуры. Они активисты, все поют, танцуют, увлекаются настольными играми. Вся молодежь за здоровый образ жизни. «Я хочу спеть песню», – сказала девушка из зала, и ведущие с радостью разрешили. Ведь на молодежной елке должно быть место приятным экспромтом. Поскольку 2015 год литературы, то и елка здесь исключительно из книг. Экологично, да и почитать потом можно взять. А у елки по традиции надо пусть и не хороводы водить, но рок-н-ролл станцевать уж точно. Праздничный фуршет с пирожными и фруктами. Еще один подарок для всех собравшихся. Как настроение у вас? Отлично! Ребята подкрепляются перед главным событием вечера – новогодней дискотекой. Впереди продолжение учебного года, экзамены и зачеты. Но все это будет потом. А сейчас они по полной отдыхают и веселятся. Я хочу пожелать, чтобы в этом новом году вы чаще улыбались. Чтобы внутри всегда было состояние счастья. Запомните жизнь – не черновик, заново ее не перепишешь. Живите здесь и сейчас. Радуйтесь и радуйте своих близких. С вами была Наташа Пирс. До скорой встречи! Ищу тебя в немой толпе, твой голос в этой тишине. Дорогу мне известный мир, в котором буду не один. Со мной вращается земля. Иду на ты, все вместе я. Иду на ты к своим мечтам. Навстречу новым городам, где солнце, звезды и луна. Путь освещает для меня. Иду на стук твоих шагов. Из позабытых детских снов. Со мной вращается земля. Иду на ты, все вместе я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова